В Библии говорится, что та же сила, которая воскресила Христа из мёртвых, живёт внутри тебя. Внутри меня? Внутри тебя. Так я тоже Бог? Ты часть Бога. Ты не Бог, но ты часть Бога. Хорошо. Ты тоже часть Бога? Я часть Бога. Ты и Иисус одинаковые части Бога? Или есть разница? Нет, Иисус – Сын Бога. Физический Сын? Физический и духовный. Хорошо. Ты получил это понимание из Библии? Конечно. А что насчёт того, когда Библия говорит о других сыновьях Бога, как Ефрем, который был назван Сыном Бога? Нет. Там не говорится об этом? Нет. Что же, если я покажу тебе стих... Хорошо, ну, там может... Там может говорится об этом, но... Говорится ли там об этом или нет? В реальности мы все сыновья Бога. Бог – наш Отец, верно? Хорошо, вот что я говорю. Если ты Сын Божий и Иисус – Сын Божий, в чём разница? Большая разница. В чём разница? Иисус чист. Иисус был безгрешен. Хорошо. Но я грешу, и ты грешишь. Все здесь грешат. Хорошо. Мы все грешим. То есть Он Сын Божий. Он Сам не Бог. Он Бог. Он Бог в человеческом обличье. Часть Бога. Ты тоже Бог в человеческом обличье? Я часть Бога. В человеческом обличье? Да. Или ты не в человеческом обличье? Я человек. Хорошо. Но это всего лишь физическое тело, верно? Хорошо. Богу принадлежит мой дух и моя душа. Хорошо. Так что это сила Бога. И ты взял это знание из самой Библии? Конечно. И ты веришь, что Библия — это слово Божье? Да. Отлично. Так что позволь мне спросить тебя. У меня есть Библия, и в ней на самом деле есть греческая версия. Хорошо. Итак, если мы посмотрим на родославную Иисуса, мир ему, кто был отцом Иосифа? Кто это был? Ияков, отец кого? Иосифа. Так кто отец Иосифа? Ияков. Ты уверен, верно? Хорошо, конечно. Хорошо. Это в Матфеи, верно? Хорошо. А в Луке кто является отцом Иосифа? Они отличаются на сотни лет. То, что ты мне показываешь. Извини, Иосиф отличается на сотни лет от кого? Какую книгу ты ранее мне показывал? Евангелие от Матфея. Матфея и Лука, верно? Между ними разница в сотни лет? Позволь мне задать тебе один вопрос. Что говорится в Коране об Иисусе? Там говорится, что Иисус взял глину с земли и вдохнул в нее, и сделал птицу. Хорошо. Где именно это говорится? Ну, я где-то видел этот стих. Хорошо. Покажи мне его. Я не знаю этот стих, но там говорится, что Иисус взял... Подожди. Ты тоже веришь в Иисуса, верно? Мы верим в Иисуса, как в пророка Бога. Это нормально, но он взял глину и... Позволь мне объяснить тебе кое-что. Он подул на нее и создал жизнь. Кто может создать жизнь, если не Бог? Хорошо, послушай. Только Бог может создать жизнь. Ты задаешь вопрос? Я не задаю вопрос. Но ты сказал, позволь мне задать тебе вопрос. И начал делать утверждение после того, как сказал, что я хочу тебе задать вопрос. Хорошо. Ты сказал о стихе в Коране. Да. Я бы хотел, чтобы ты показал мне стих, как я показал тебе из Библии. Я не читал Коран. Поэтому я пришел, чтобы понять его. Хорошо. Но я знаю несколько стихов здесь и там. Хорошо. Причина, по которой я говорю, это в том, что все должно восприниматься в контексте. Хорошо, конечно. Так вот, я спрашиваю тебя. Здесь говорится, Иосиф сын кого? Или им. Так кто отец Иосифа? Или я? Но в чем здесь проблема, я не понимаю. Кто отец Иосифа, Ияков или Илья? Я не понял, о чем ты. Ты не понимаешь? Какая здесь связь? Как зовут твоего отца? Грег. Здесь говорится, что Иосиф сын Илья. А в Евангелии от Матфея говорится Иосиф сын Иякова. Это нормально. Так кто из них отец Иосифа? Ты можешь сказать мне, был ли Мухаммед? Подожди, подожди. Ты прыгаешь, ты прыгаешь. Ладно. Ты прыгаешь, не так ли? Но мне кажется, что это происходит. Ты ведь пытаешься спрыгнуть. Ты выбираешь что-то вроде... Является ли это Словом Божьим? Да, это так. Оно идеально? Оно идеально. Но я только что показал тебе явное противоречие. Но, честно говоря, английская версия не идеальна. Она не идеальна. Мне нравится, что ты это сказал. Это не может быть идеально. Потому что с собой у меня есть также греческая версия. Иврит. Иврит? Конечно, тебе нужен иврит. Разве Новый Завет был написан на иврите? Нет, я не говорю о... Конечно, ты можешь найти Новый Завет на иврите. Разве он был написан на иврите? Ну, должно быть, да. Да, потому что Иисус говорил на арамейском, верно? Он говорил. Но Новый Завет был написан на... Канае греческом. Канае греческом. Я не знал этого. О, хорошая работа. Я не знал. Значит, ты узнал, что это новое? Да. Так что Новый Завет... И, кстати, у нас есть эксперт. Хачим. Ассаляму алейкум, шейхрашид. Он на самом деле действительно хороший эксперт по вопросу Библии. Хорошо. Так вот. Мы только что обсуждали, и он сказал, что Новый Завет был написан на иврите. А я сказал ему нет. Изначально он был написан на древнегреческом. Канае греческом. Верно? Хорошо. Хорошо, я этого не знал. Хорошо. Так что это настоящий Канае греческий язык из рукописей. Хорошо. Там даже указана рукопись. Хорошо. Довольно круто, верно? Да. Хорошо, круто. Так что, даже когда там говорится «Иосиф сын Илья», ты можешь прочитать это на греческом, если хочешь, в рукописях. Хорошо. А затем говорится «Яков сын Иосифа». Хорошо. Это ведь явное противоречие. Хорошо, да. Это есть, верно? Да, верно. Так что, если есть противоречие, это не может быть Словом Божьим, верно? Потому что ты сказал, что Слово Божье совершенно. Слово Божье совершенно, да. Так что, если есть явное противоречие, то это не Слово Божье. Хорошо, правильно? Нет, это Слово Божье. Но это не имеет смысла. Это Слово Божье. Для меня это не имеет смысла. Ты сказал, что Слово Божье совершенно. Могу я спросить? Нет, нет, подожди. Ты сказал, что Слово Божье совершенно верно? И мы сказали «да». Хорошо. И затем я только что показал тебе противоречие. И ты сказал, да, это противоречие. Да, это ошибка. Тогда как Слово Божье может содержать ошибку? То, о чем ты говоришь, это чисто физическое. Физическое? Эта книга, Библия, на самом деле не имеет значения. Библия не имеет значения? Это просто физическое, верно? Это просто физическое. Хорошо. Но знание, которое ты проповедовал мне, было из Библии. Если только у тебя есть нефизическая Библия. У нас есть нефизическая Библия. Где она? Это твоя душа. Это твой дух. Твоя душа — это Библия? Да. Тогда как ты узнаешь что-либо об Иисусе или его учении без Библии? Даже факт о Святом Духе. Как ты узнаешь это без Библии? Иисус, Он пришел ко мне. Давай... Я не был христианином еще несколько месяцев назад. Понял. Ты запутался, я понимаю. Я был запутан, потому что я прошел через многое. Нет-нет, я был запутан, потому что я прошел через индуизм, буддизм. Но не ислам. Не ислам. Потому что я... Потому что ты приберегаешь случай напоследок, я понял тебя. Слушай, я просто хочу понять, что ты говоришь. Ладно. Да, пожалуйста. Так вот, я говорю тебе, Иисус — Сын Божий. Нам нужен Иисус, чтобы спасти нас. Потому что ты грешник, верно? И я грешник. Откуда ты взял эту информацию? Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Потому что, слушай... Нет-нет, откуда? Я доберусь до туда. В каждой религии... Ладно. Говорится о добрых делах. Ислам говорит о добрых делах, и другие также, верно? Да. У индуистов и буддистов есть карма. Ладно. Твои добрые дела, они отменятся. Множество религий говорят о добрых делах и тому подобном, верно? Ладно. Суть в том, что наши добрые дела, Иисус говорит, они не имеют значения. Ладно. Мы все грешники. Добрые дела ничего не значат. Где Иисус говорит это? В Ветхом Завете. Иисус говорит это Ветхом Завете? Нет-нет, Иисус не говорит этого. Это говорит Бог. Подожди, подожди. Нет-нет, дай мне закончить. Ладно, продолжай. Так что Бог говорит, твои добрые дела не что иное, как грязное клеймо. Потому что все мы грешники. Хорошо? Так что суть в том, что нам нужен Иисус, чтобы спасти нас. Я ничего не могу сделать, чтобы спасти себя. Мои добрые дела не спасут меня от моих грехов, потому что я грешник. Мне нужен Спаситель такой, как Иисус, чтобы прийти и спасти меня от моих грехов. Откуда ты взял эту информацию? В этом весь смысл Иисуса Христа. Просто скажи из Библии. От Иисуса Христа. Из Библии, верно? Подожди. Откуда ты узнал, что Иисус умер за твои грехи? Ты взял это из Библии? Я взял это из Библии, да. Но в Библии есть ошибки, которые мы только что видели. Нет-нет, шейх. Он ранее сказал, что это не имеет значения. Библия, книга, на самом деле не имеет значения. Библия не имеет значения? Это не имеет значения. Но теперь все, что ты сказал нам, ты взял из Библии, которая, по твоим словам, не имеет значения. Для меня это... Для меня это просто книга. Это руководство. Нет-нет, брат. Послание? Послание, которое ты только что дал нам? Ты сказал, что это из Библии. Так что Библия явно имеет для тебя значение. Она имеет значение. Спасибо. Вот что я хотел сказать. Но на саму физическую книгу мне всё равно. Тебе всё равно на книгу? Без шансов. Так этого послания нет в книге? Оно есть в книге. Значит, тебе не всё равно на книгу? Мне всё равно на физическую книгу. Мне важно послание. Но если послание противоречиво, тогда что? Дело не в противоречивости. Как это? Если послание было изменено, говори, «Мне нужно идти сейчас, так что я помолюсь за тебя». Как тебя зовут? Усман. Усман? Шейх Усман, верно? Просто Усман. Усман, я помолюсь за тебя. Хорошо. Чтобы ты нашел Иисуса. И ты помолись, чтобы я нашел Аллаха. Слушай, мне пора идти. Мне пора идти. Тебе пора идти? Да. Но это отговорка. Это не отговорка. Ты знаешь, что такое отговорка? Что это? Это когда ты пытаешься сбежать или что-то в этом роде. Дело в том, что в твоем сердце ты знаешь, мы показали тебе явное противоречие. Но ты должен... Подожди, подожди. Дай мне закончить. Я грешник. Я позволил тебе закончить. Дай мне закончить. Хорошо, конечно. Библия говорит, хоть ты и сказал, что это не важно, но Библия говорит, что вера без поступков бесполезна. Нет, нет, нет. В Библии говорится, что ты не спасешься делами. Ты спасешься только верой. Есть два высказывания. И Яков сказал то, что сказал шейх. Да, и Яков в Библии говорит, что вера без поступков бесполезна. Мертва. Конечно. Так что это значит, что дела имеют значение. Нет, это... Видишь ли, вот здесь все становится немного сложнее. Потому что благодать спасения Иисуса Христа, который умер на кресте за наши грехи, это дар. Ладно. Это бесплатный дар от Бога. Хорошо. У тебя проповедническая манера говорить. Позволь мне просто спросить тебя о чем-то простом. Скажем, Гитлер верил в Иисуса. Конечно. Так что он попадет в рай на небеса? Ну, если он публично объявил, что Иисус сын Бога, конечно, он будет прощен. Он много раз ходил в церковь. То есть Гитлер попадет на небеса? Конечно. А что насчет справедливости для жертв? Как им добиться справедливости? Это не о справедливости. Как жертвам Гитлера добиться справедливости? Ты не можешь понять, что делает Бог. Нет, нет. Но ты ведь веришь, что Гитлер попадет на небеса? Я не говорил, что Гитлер попадет на небеса. Ты сделал. Ты сказал, конечно. Я спросил тебя три раза. Если Гитлер принял Иисуса. Если Гитлер принял Иисуса. То, что он сделал публично. Он ведь ходил в церковь. Но Библия также говорит, что Бог взвешивает сердца. А, так что теперь он взвешивает сердца. Конечно. Тогда это больше не бесплатный подарок. Это бесплатный подарок. Если это бесплатный подарок, то зачем тебе взвешивать сердца? Я думаю, что вопрос, который ты должен задать себе, заключается в том, что справедливо ли это просто убить совершенно невидного человека, такого как Иисус, для того, чтобы грешник, такой как Гитлер, или какой-то убийца, или какой-то насильник, освободился. Это человеческое восприятие этого. Хорошо. Кто-то, кто пошел и сделал что-то плохое, для меня, я типа, о да, он сделал что-то плохое, но для кого-то другого это неплохо. Нет-нет, я говорю о справедливости. Хорошее и плохое – это чистая субъективность. Нет, погоди, погоди. Ты говоришь, что хорошее и плохое объективны или субъективны? Это твое восприятие. То есть в Священных Писаниях нет критериев добра и зла? Говори. Если ты говоришь, что добро и зло чисто субъективны... Да, субъективно. То десять заповедей «не убей, не укради» ничего не значат. На самом деле тогда ни один из законов не имеет значения. Потому что все субъективно. Не торопись, расслабься, сделай глубокий вдох. Знаешь, просто подумай, что ты говоришь. Если ты говоришь, что добро и зло субъективны... Да. То зачем в Библии законы? Что можно делать, что нельзя делать... Десять заповедей. Секунду. Прошу. Так что, очевидно, Библия определяет, что такое добро и зло. Тогда это больше не субъективно. Правильно. Хорошо. Так что есть добро и зло. Есть добро и зло. Хорошо, спасибо. Так что, давай вернемся к этому сейчас. Если кто-то делает зло, например, убивает людей, насилует людей, а затем за это убивает невинного человека. Хорошо. Справедливо ли это? Нет. Ты уже там, брат. Так к чему ты клонишь? Так что это несправедливо. Так что для тебя говорить, что невинный Иисус был убит за то, чтобы искупить грехи людей, убийство и изнасилование, ты только что сказал, что это несправедливо. Я не сказал, что это несправедливо. Это совсем другая история. Нет, ты сказал точно это. Я спросил тебя, если кто-то убивает и насилует, и невинный человек умирает? Никто не забирает грехи, кроме Иисуса. Так что в этом и суть. В этом и суть. Когда я спросил тебя, когда за это казнать невинного, ты сказал, что это несправедливо. А теперь ты говоришь, что невинный Иисус был убит за грехи тех убийц и насильников. Хотя ты только что сказал, что это несправедливо. Иисус сказал, что он пришел для грешников, он пришел для насильников, он пришел для убийц, и он пришел для грехов. Он пришел для их грехов. Так что позволь мне задать тот же вопрос еще раз. Убить невинного за преступления убийц и насильников – это справедливо? Я не могу решать о справедливости. Это дело Бога. Ты только что говорил, что это несправедливо. Несколько минут назад. Но я не знал, что ты говоришь о Иисусе. Нет, но дело в том, что этот стандарт должен применяться везде. Конечно, нет. Бог хочет справедливости или несправедливости. Это решать Богу, если Он… Ты бы поклонялся несправедливому Богу. Конечно. Действительно. Несправедливому Богу? Я не могу решать. Я думаю, тогда тебе нужно поклоняться дьяволу. Он ведь всегда несправедлив. Так что ты говоришь, потому что сейчас идут войны, и, например, страдания на Ближнем Востоке. Нет, это люди. Это не делает Бог. Да, потому что Бог дал нам свободу воли. Мы верим, что те люди, которые убивают невинных людей, будут привлечены к ответственности перед Аллахом. Они заплатят. Взвесят их сердца. Нет, нет. Ты задал мне вопрос. Ты ведь задаешь мне вопрос. Позволь мне сказать тебе, во что я верю. Я верю, что Бог справедлив. Да, конечно, на сто процентов справедлив. Хорошо. Бог справедлив. Я верю, что Бог справедлив. Да. И я верю, что те люди, которые совершают преступления, как ты сказал на Ближнем Востоке, как израильтяне, которые убивают невинных людей в Газе, они будут привлечены к ответственности перед Аллахом. Да, так что это справедливость. Но как ты можешь сказать, что они будут привлечены к ответственности? Это не зависит от тебя. Нет-нет, Аллах сказал нам об этом, что в Яумуддин, в День Суда, каждый получит по справедливости. Аль-Саляму алейкум, братья и сёстры. Подписывайтесь на наш бустер. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь, иншалла, в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.